Скриптум продолжается. На сцену приглашается художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица, председатель комитета по культуре Константин Эдуардович Сухенко и выдающийся французский хореограф Анжелен Лежакаш. Дорогие петербуржцы, я хочу передать слово председателю комитета по культуре Константину Эдуардовичу Сухенко, который хочет поздравить фестивалю и вас, замечательную петербургскую публику. Дорогие друзья, мы сегодня присутствуем, может быть, при самом ярком событии фестиваля. Нас ждет удивительная и неожиданная, всегда неожиданная встреча с удивительным человеком. Он не просто хореограф, он офицер ордена искусственной литературы, он кавалер ордена, подчеркиваем, легиона. Когда-то, порой даже скандальный, вызывающий, дерзкий, неожиданный, сегодня заслуженный, признанный мэтр. У него театр, черный павильон в Экстон-Провансе. Но сегодня он с нами. Его трудно исполняется 30 лет. И в этот радостный день он здесь перед нами. Человек, который много работал с российской музыкой, с музыкой российских композиторов. Который выступал в Большом Дяте. Который выступал на сцене Мариинского. Он сегодня здесь, с нами. И низкий поклон. Наталья Ивановна Меделица, которая организовала этот фестиваль и привезла его сегодня к нам. Это и есть продолжение традиций дягилевских сезонов. Это и есть продолжение исторических дружеских связей России и Франции. Это и есть подлинное взаимопонимание и дружба. Сегодня он мог бы быть во Франции. Сегодня он мог отмечать этот юбилей где угодно. Он сегодня с нами. Анжелин Пренжакаш. Городин Станте Медландович, вот как министр культуры приветствует замечательного гостя. После этих слов мне практически нечего сказать про Анжелину. Единственное, я хочу сказать, что фестиваль искренне восхищается его даром. Спектакли Анжелина действительно идут на сцене не только России и Франции, но и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Латинской Америке. И мы считаем абсолютно правоверно, что сегодня мы вручаем господину Пренжакажу приз фестиваля «Удиви меня». Традиционный приз – это слова Дягина, которого я сказал когда-то Жанна Ковто. Дорогой Анжелин, вы не переставали, все эти годы вы нас не переставали удивлять. Я хочу сказать, мы ждем по-прежнему от вас удивительных, как сказали, дерзких, новаторских и тем не менее очень-очень человеческих и сентиментальных историй. Я хочу вам вручить этот приз. Я потрясен тем, что сейчас происходит, мне даже сложно говорить, но я хотел бы только подчеркнуть, насколько я связан с Россией, с российскими художниками и с российским народом. Когда мне было десять лет, мой друг одолжил мне книгу. И в этой книге я увидела фотографию Рудольфа Нуреева. Я trouвала так красивую, что это мне дали танцевать. Я вернулась книгу другу, это была подружка, я спросила, а где ты занимаешься танцем? Он мне сказал, что я занимаюсь у пары русских. Это русские иммигранты, их зовут Маги и Серж. В то время я занимался дзюдо, я надела свое кимоно, белые штаны, черную кутболку и пошел знакомиться с Маги и Серж. Потом я научилась танцевать, я стала танцовщиком, я счастлива к этому. И потом однажды я создала балет на музыку русского композитора Игоря Стравинского. Это была «Свадебка» и я выбрала русскую версию, потому что мне показалось, что по-русски это звучит потрясающе. И мне показалось, что мне хватит заниматься отдельным проектом и мне пора создать труппу. И тогда для меня, опять же, образцом был Сергей Тягилев. Я хотела создать труппу как труппа Тягилева и быть в авангарде, как он. И Рудольф Нурьев пришел на мой спектакль «Свадебка». В то время он был директором «Парижской оперы», он пригласил меня на бед. Представьте себе, он почувствовал себя снова 10-летним мальчиком, который находится перед своим идолом. И Рудольф Нурьев попросил меня создать балет для парижской оперы. И это был балет «Парк», который вы можете увидеть на сцене Мариинского театра. Вы видите всю мою жизнь. Реально, во время моей жизни, я всегда слышал, что с артистом 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 артистом. Как вы видите, во всей своей творческой деятельности, я чувствую неразрывную связь с русской культурой. И поэтому я хочу поблагодарить Наталью вам от всего сердца, потому что лучшего подарка она не могла мне сделать. Извините, пожалуйста, Наталья. Я еще не закончила. Я хочу сказать, что все-таки это подарок. Подарок не от Натальи из Ивановны, а это подарок от Петербурга, от русской культуры. Действительно, от всех нас! Наталья мне попросила у меня забрать отрывки из лучших моих балетов, Но это опасное предприятие. Я постарался для вас компоновать сегодняшний спектакль. Он будет состоять из двух частей. Первую часть я назвал бы «ностальгией». Но не уходите, пожалуйста. И вторая будет называться «трагедия». Я хотела бы посвятить сегодняшний вечер всем жертвам трагического случая с российским самолетом и всем людям поддерживать Париже. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Спасибо. 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 Спасибо.